Дорогие друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим, что у нас было в этот непростой день и что нас ждет в четверг. Так, ну вот смотрите, все движение, которое происходило у нас по нефти, вот это падение, обвал, оно было инициировано вот этим индексом S&P. Соответственно, то есть вот он ушел резко вниз, тем самым спровоцировав негативное движение по нашему рынку и, соответственно, такой стремительный обвал по нефти. Сейчас вот он зашел в эту консолидацию и возникла такая ситуация, когда вот он должен либо сейчас отскочить, либо вот где-то вот с этого диапазона, то еще движение чуть-чуть продолжит вниз, отсюда отскочить. Соответственно, смотрим за ним, наблюдаем, исходя из этого будет формироваться движение по нашему рынку. Уход ниже 2822 вот сюда вот, оно может привести к очень существенному движению вниз, потому что вот здесь вот идет область стопов, которые когда начнут срабатывать, индекс просто вот понесут сначала сюда и еще ниже. Даже поэтому сейчас, конечно, к Америке пристальное внимание. Тем более финансовый год закончился и сейчас очень сильно волатильность вырасти и вероятность обвала тоже существенно увеличивается. Но тем не менее, я думаю, скорее всего, где-то вот либо от текущих уровней, либо от этого диапазона он должен все-таки отрикошетить и куда-то вот сюда вот уйти. Либо в эту верхнюю часть, либо даже вот выше вот этого сопротивления, где-то в этом диапазоне не поторговаться какое-то время. Так, это у нас американские индексы, дальше нефть. Но нефть у нас пролили из-за Америки очень жестоко, и поэтому она улетела практически на низы, вот на 57, чуть-чуть не дошла до 57. Соответственно, сейчас, если Америка, она начинает корректироваться вверх, то, соответственно, и по нефти мы увидим корректирующее движение вверх. То есть, она вот отсюда, по идее, здесь очень сильная поддержка находится в районе 57. Соответственно, высока вероятность того, что она вот вернется в этот диапазон 58,3, 59,3. Ну, а, соответственно, если она вот 57 пробивает, то высока вероятность ухода на 55,7. И дальше, если из этого диапазона она не отрикошетит наверх, то дальше у нас будет стремительное движение на 52,5. Вот сюда вот, потому что там пустой промежуток находится в объеме, очень быстро она пройдет. Если пробьет вот эту 55,8, то улетит сразу вниз. Вот поэтому посмотрим, что с Америкой будет. Америка сегодня-завтра, я думаю, все-таки, наверное, отобьется и пойдет вверх. И, соответственно, нефть тоже должна скорректироваться и пойти вот сюда куда-то в район 58,3, 59,5. Вот сюда вот. Ну, а, соответственно, вот если сюда пробьет, то либо она сразу в этот день или в следующий, отрикошетит и уходит наверх, либо она, скорее всего, будет тестировать вот эту поддержку и потом уходить куда-то ниже на 52,5. Вот вопрос был по поводу того, что как же так нефть падает и индекс доллара падает. На самом деле, всегда на рынке происходят раскорреляции. Такое бывает, это естественно, когда нарушаются какие-то взаимосвязи, какой-то ход событий. Но не покупают американские облигации сейчас. Поэтому, соответственно, при снижении индекса доллара, при падении американского рынка происходит снижение индекса доллара. То есть, ну, не знаю, может быть, золото покупают на высвободившиеся деньги или, может быть, евро. Поэтому действительно такая раскорреляция. Вообще, по-хорошему, по индексу доллара вот сюда вот мы должны в ближайшее время 98,12 сходить вот под этот уровень. Посмотрим, насколько быстро в этот диапазон будет возвратное движение. Но, тем не менее, вероятность движения сюда, она достаточно высокая. Дальше у нас индекс московской биржи. Ну, смотрите, вот у нас двойная вершина фактически нарисовалась или близко к тому, чтобы нарисоваться. Соответственно, если отсюда мы отскакиваем, то мы вот сюда вот уходим. Но это если Америка пойдет вверх в четверг, пятницу. Если же мы продолжаем движение вниз и мы доходим вот до этого диапазона 2653-2620, то отсюда, скорее всего, мы пойдем на 2480 и пониже. Потому что будет двойная вершина и, соответственно, высока вероятность движения от высоты вершины до реакционного дна вот до этого вниз. То есть, это где-то вот сюда. Но пока, как бы, мы сюда не пришли, достаточно высокая вероятность для отскока, если уж не совсем вверх, то какого-то такого движения, когда он падает, потом назад отходит. То есть, ну, поступательного движения, нерезкого вниз. Вот, соответственно, то есть, ну, тут все зависит от американского индекса. Если Америка начинает восстанавливаться, то, соответственно, мы тоже отскакиваем. И у нас эта процедура падения, она будет не столь ответственна. И вообще, может быть, даже останемся в боковике, потому что пока идея с новогодним ралли, она не реализовала. Не факт, что она будет, но вероятность такая и есть. Дальше у нас идет доллар-рубль. Ну, смотрите, здесь, несмотря на то, что нефть падала, Америка падала, начали рубли скупать. То есть, это может быть за счет долговых инструментов Центробанк реализовал в среду. Вот, и поэтому ослабление рубля, несмотря на падающую нефть, не произошло. То есть, это действительно говорит о том, что уровень защищают и выше него пока не пускают. Если нефть сильно не валится, то, соответственно, удерживают вот где-то в этом диапазоне. Соответственно, нефть, если начинает восстанавливаться, и Америка восстанавливается, не падает дальше, то, скорее всего, мы в этот диапазончик уйдем. 64 900, 65 100. Мы куда-то сюда должны свозить. Соответственно, если динамика негативная и не падает, то идем тогда тестить 67. Вот сюда вот 67, 67 700 в этот диапазон. Поэтому тут нужно наблюдать за Америкой нефть, исходя из этого будет движение нашего рынка и рубля. Но если резкого негатива не будет, то рубль-доллар, скорее всего, он либо здесь останется торговаться, либо куда-то вот сюда вот спустится. Ну, соответственно, нефть, если укрепляется, то возврат в этот диапазончик. Так, дальше Сбербанк. Так, ну вот по Сбербанку мы начали вот это движение вниз, но видите, как не идет он очень резко. То есть он достаточно сдержанно на все реагирует. Но, тем не менее, скорее всего, он либо здесь останется торговаться, в этом диапазончике, если нефть восстановится, Америка восстановится, либо вот он уходит 220, и, соответственно, если пробивает 220 на повышенных объемах, переходит вот в этот диапазончик. Так, ну при сценарии восстановления нефти Америки, то, соответственно, вот здесь вот мы где-то будем находиться по нему. Так, дальше у нас идет Аспром. Ну, несмотря на то, что такое движение началось вниз, он, в общем-то, из своего вот этого диапазона пока не вышел. То есть пока вот он здесь держится, сохраняется вероятность на то, что он будет отскакивать и двигаться вот в этом диапазоне. То есть если нефть Америка отскакивает, все нормально, то, соответственно, будет отскок у нас, и, соответственно, будет он какое-то время продолжать колебаться здесь вот. Так, дальше у нас идет ВТБ. Так, по ВТБ вот здесь картина, она более трешевая. То есть он, вот его значительно пролили и на растущем объеме, но, тем не менее, вот он из вот этого серединного диапазона своего пока не вышел. Поэтому здесь, опять же, если Америка, она растет, нефть отскакивает, то, соответственно, мы вернемся выше этой красной линии, вот в этот диапазончик. Если Америка продолжает валиться и нефть, соответственно, то мы в четверг, в пятницу уходим сначала в этот уровень тестировать, и потом будут загонять вот в этот диапазончик. Так, дальше у нас идет, дальше, дальше Северсталь. Ну, смотрите, Северсталь тут прям вот четко падающий тренд. В принципе, ее могут выкупить вот из этого диапазона. Выкупить и, соответственно, она немножко отскочит наверх, отскок дохлой кошки. Но все равно даунтренд он пока сохраняется. И вот то, что она зайдет в этот диапазон, если она из него не выйдет быстро, то есть начнет здесь проторговываться или двигаться дальше вниз, получаем реализованную полностью двойную вершину и цель движения вот сюда, 725. Хотя вроде бы крупные заявки на покупку пошли по Северстали, но с учетом того, что динамика цен на Сталь, она негативная, я бы вот ставку сейчас на рост этой компании не делал. То есть да, то есть компания достаточно сильная, дивиденды хорошо платит, но технический анализ указывает на то, что вполне она вот сюда может уйти. Вполне. То есть другой вопрос, что будет потом, она может и отскочить назад. Но вопрос только в том, сколько по времени она будет назад отскочить. Ну и в принципе, действительно, если у больших игроков есть интерес, если не будет сильного негатива по Америке, то могут ее откупить и назад вернуть вот в этот диапазончик. Но я думаю, здесь вероятность вот этого процесса на процентов 30. То есть гораздо больше, что она где-то здесь будет колебаться. Это процентов, наверное, 40 и процентов 30, что она вот отсюда идет сюда в ближайшее время. Так, Северсталь. Дальше Татнефть. Вот вопрос у подписчика относительно того, пора ли шортить Татнефть. Ну смотрите, вот бумага, она достаточно тяжелая, достаточно такая сильная, дивидендная бумага. Я думаю, что все-таки такой бумагой лучше не шортить. И вообще, операции шорт с бумагами, ее лучше не проводить, с моей точки зрения. Есть фьючерс, продавайте фьючерс. Берите те инструменты, которые ликвидные, по которым есть фьючерс с достаточно приличным оборотом. И если вы хотите зашортить, лучше продайте фьючерс, даже без плеча, то есть фьючерс в пределах своего портфеля. То есть там плечи не берите, но все равно лучше через фьючерс делать, потому что вы не платите за пользование шортом. Вы уже как бы избавляетесь от этих затрат. Так, соответственно, Татнефть, что у нас получается? Она находится, опять же, вот в этом сужающемся треугольничке. Она из него пока не вышла. Соответственно, если Америка и не в ближайшее время отскакивает, то она продолжит это колебание наверх. То есть восстановится на 753. Я бы вообще вот эту бумагу бы, ну скажем так, кроме как внутри дня не шортил. Если уж пойдет негатив и все повалится, лучше продать фьючерс по Сбербанку, например, на акции Сбербанка. Но вот саму эту бумагу я бы не шортил. То есть пока непонятно, будет ли она вот сюда отскакивать и насколько быстро она сюда отскочит. Но тем не менее, вот здесь пока сигнал на то, что шорт открывать я не вижу. Давайте вот даже дневной график посмотрим. Так, дневной график. Но по дневному графику она вообще консолидируется. То есть несмотря на то, что день падал, она находится в пределах вот этой консолидации. И поэтому я потатнефти вообще здесь сейчас не вижу никакого сигнала для того, чтобы по ней короткую позицию открывать. Вот поэтому я думаю, что потатнефти короткую позицию сейчас открывать не надо. И вообще лучше эту бумагу не шортить. То есть если вы хотите зашортить на машинах, сделайте это через фьючерс по Сбербанку, например. Все, спасибо за внимание. До свидания.